За сутки в Южной Корее выявлено 8 новых случаев заражения вирусом МЕРС. Это меньше, чем днём ранее, когда опасный коронавирус обнаружили у 23-х человек. Один человек скончался в понедельник. «В понедельник было зарегистрировано 8 новых случаев. Число умерших достигло 7, двое пациентов были выписаны из больницы. Таким образом, у нас 95 подтверждённых случаев МЕРС, 9 человек в нестабильном состоянии». Около 3000 человек, которые могли контактировать с пациентами, помещены на карантин. Тем временем в стране продолжают закрываться школы и университеты. Закрыли уже 2200 учебных заведений. В тех, которые продолжают работать, принимаются меры предосторожности. «С целью предотвратить распространение ближневосточного респираторного синдрома, наша школа наставляет учеников носить маски по дороге в школу и домой. Мы также измеряем температуру тела школьников и всех посетителей». В текущем месяце в эту школу в Сеуле в рамках программы по обмену должны были приехать учащиеся из Китая. Неожиданно они отказались. «Я спросила, как такое могло произойти, и школа ответила, что Китайское министерство образование запретило школьникам ехать в Южную Корею». Немалые потери уже несёт и южнокорейская индустрия туризма. За три дня 25 тысяч человек отменили свои поездки в страну. Тем временем Всемирная организация здравоохранения направила в Южную Корею своих экспертов. «Роль международных экспертов здесь – выяснить вместе с вами, как ведёт себя вирус в новой ситуации. После этого мы будем очень плотно работать с правительством, чтобы усилить попытки взять это под контроль как можно скорее». Впервые коронавирус ближневосточного респираторного синдрома у человека был выявлен в 2012 году в Саудовской Аравии. Смертность от него может достигать 38%. В случае с Южной Кореей пока она составляет чуть более 7%.